Продолжу свое видео по заднему бамперу автомобиля Нива. Все готово к монтажу. Бампер отреставрирован. Как я и говорил, под резинку нанесена аэродромная смола. Она плотная, она имеет свойство не размягчаться на солнце. Она хорошо защитит от државчины. Я буквально ее наносил шпателем. Что у нас здесь получилось внутри? Вот эти мои накладки, которые я сделал внутрь. Они закрыли эти со спами проблемные места. Мало того, я даже сюда ее нанес. Это уже называется от нечего делать. Под клыки основу покрыл вот теми составами каучукова и бронза. Вот таким я покрыл. Ну и вот подставлю сейчас такую же накладку, чтобы вы видели в чем же, опять же повторюсь, какую работу нужно было сделать. Как-то камера даже искажает расстояние между винтами. То есть, вот накладка передняя, она в данном случае не имеет вот тех отверстий, вот тех винтов, да? И повторюсь, нужно просверлить и эти винты там приварить. А это те, которые были, под них в бампере нужно отверстия просверлить. Потому что, ну, не совпадают по тем отверстиям, что здесь были. И вот такие я сделал две накладки модернизированные. Вернее, модернизировал заводские накладки. А вот эти белые, это уже самодельные. Это уже самодельные. Был какой-то корпус котла эмалированный. Я оттуда вырезал их болгаркой. И вот такой вот теперь имеет внешний вид все это дело. Ну, это я сейчас там поставил, потому что затягивал накладки. Прижимал их, поэтому гаечки накрутил. Вот, смотрите, думайте. Возможно, вы придумаете что-то лучшее. Я уже вижу, что я так его сделал на следующие 50 лет. Машина, наверное, вряд ли столько прослужит. Но я люблю к делу подходить основательно. Мало того, вот видите, я здесь так его отреставрировал, что вообще вот эти оспы не видны. Не видны. Никогда здесь влага уже попадать не будет. Лучше, чем на заводе. Буду счастлив, если мое видео вам помогло. Натолкнуло на какие-то идеи. И вы сделаете даже лучше, чем я. Спасибо за внимание.